Что касается событий в Ереване, то я хочу обратиться к политическим деятелям армии. Вы должны понять одну простую вещь, что на следующий год в июне будут президентские и парламентские выборы Турции. Поэтому Эртоган сейчас будет подталкивать союзников в Баку к чему угодно. Ему важно сейчас добиться каких-то бедных реалий в пользу Азербайджана, чтобы показать это в Турции. Но во время выборов в июне следующего года Эртоган может потерпеть поражение, и его партия тоже партия с правильностью развития потерпит поражение. А позиция турецкая, которая может прийти к власти, она настроена по-другому. Ей глубоко наплевать, что проходит в Сирии, на Южном Кавказе. Она хочет занять ту позицию, которая была освоена до Эртогана. Заниматься экономикой Турции и быть составной частью западных структур, которые они вовлечены в различные военные, экономические и так далее. Поэтому нужно все сделать, чтобы до июня месяца продержаться, что называется. Изменения будут серьезные. Поэтому я рекомендую армянским политикам начать наложить диалог с турецкими оппонентами. Мэром Стамбула, Имам-Углу, который, возможно, будет президентом, мэром Анкары, наложить отношения с народной республиканской партией, с хорошей партией, составляющей часть альянса из Невской партии. Наложьте с ними работу. Они не будут так активно поддерживать Баку. У них нет таких имперских замашек. И поэтому до июня следующего года можно четко занять позиции. Я обращаюсь к меньшему руководству Армении, в том числе премьер-министр Пашинена. Совесть иметь, дорогой. Ты вообще что, совсем уже все, извиняюсь, совесть потерял? Ты что, хочешь остаться в истории армянского народа, как величайший предатель, что ли? Надеюсь, нет. Как любой, наверное, человек, заботись о своей чести, совести. Пусть и останутся твои близкие, дети, внуки, правнуки и так далее. Зачем жмарать имя? Займи принципиальную позицию. Укрепи вооруженные силы. Закупить для армии, говоришь, что деньги есть, а оружия нет. Закупите, уважаемый господин Почтянный, на эти деньги оружие. В современном мире этого оружия полно. Если есть деньги, закупите, сделайте дееспособные вооруженные силы. Июнь 2023 года. Вот эта дата, на которую надо ориентироваться. А потом будут серьезные изменения. Кажется.